здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите программу мнение и я с удовольствием хочу представить гости нашей программы это влад ушаков известный фото журналист экоактивист гражданский активист но об этом всем он сам расскажет спасибо что согласились принять участие в нашей передаче вы человек заняты я знаю участвуете в разных проектах международных местных и так далее расскажите то чем вы сегодня за заняты спасибо что пригласили меня на вашу программу как бы спешу поприветствовать вас ваших зрителей пожелать новых совершений в этом году год только начался настоящий момент представляю организацию союз фото журналистов кыргызстану то есть мы уже существуем порядка 9 лет ну вот как общественники и в рамках вот этого общественного мнения у нас есть несколько проектов достаточно интересных которые ну как бы мы продвигаем то есть это не ну не коммерческие проекты именно такого общественного плана у нас один из наиболее любимых проектов это клуб путешественников то есть мы собираем людей каждую неделю то есть у нас есть однодневные поездки многодневные то есть скидываемся ну как бы на питание скидывайся то есть это не турфирма именно как клуб путешественников и чем он отличается вот от туристических поездок извиняюсь ну туристические поездки вот мне кажется самая большая проблема камистану это в том что люди которые живут в кыргызстане страну не видят то есть если вы возьмете среднестатического даже бишкевчанина спросите вот где они ну скажем ли это проводит или где они вот в стране вам в лучшем случае сказал что висы куль скажет там ну был там один раз нас носа рычи реки а дач до примера и бабушки на джейл от с километров до кыргызстан же он многогранен он красив он велик то есть а если берете среднестатического иностранца который хотя бы там две недели в кыргызстане провел он побывал его сон кули и там варслан буду да ну то есть у опять же вот для простого как бы бать или сам человек это что-то такое вот ну как бы что-то прямо такое сложно доступно и далекая на самом деле очень такая попсовая поездка поэтому вот например стараемся говорить что ну ребят хватит вот на иссыкуль ездить давайте не толку на кирсу там на римскую область есть такие места люди под кем есть сары то радужные горы то есть места уникальные места удивительные в общем мы собираем людей которые хотят путешествовать по кыргызстану чем это делаем еженедельно ну то есть это не именно не турфирма именно клуб то есть любой человек который хочет увидеть нашу страну побывать в тех местах куда не возит ни одна турфирма потому что это экономически невыгодно большая часть наших турфирм к сожалению работает по ну как бы по принципу отвести поближе взять побольше у нас вот именно этот клуб то есть мы не живем в роскошных гостиницах мы живем в палатках скидываемся на питание скидываемся на дорогу и и путешествуем по таким удивительным местам ну в которых я думаю что мало кто бывал вот у нас вообще кроме даже местных жителей но раз очень удивляет меня ну как бы когда приезжаешь какую-то местность и там начинаешь показывать где-то в соцсетях выкладывать фотографии говорят ну а я туда родом и ну там я там родился жил там у час уехал и не знал что у нас то есть кыргызстанцы могут благодаря вам открывать новые места до своей же стране больше совершенно верно просто мне кажется главный минус вот ситуации в кыргызстане то что иностранцы которые приезжают в страну скажем на две недели но на непродолжительное время знает о кыргызстане чаще больше чем среднестатические даже бишкифчанин то есть я уже не говорю там жителях боткенской области для них нарын это вообще другая планета для жителей нарына в москве бывает чаще чем в таласе и мне кажется это очень плохо это надо исправлять то есть люди не знают свою собственную страну и вот в рамках вот этого клуба путешественников мы пытаемся вот людям показать то что каждый вот гражданин должен как бы знать должен как бы ну на мой взгляд то есть это познавательный проект первую очередь да да это travel проект это краеведческий у нас есть исторические туры то есть мы ездим по всяким историческим достопримечательностям ездим у нас есть даже какие-то тончайные выезды то есть ну то есть биологические мы и флоруфауну изучаем мы у нас был тур по заповедникам у нас был тур ну в общем это не только туризм вот в узкой в узком направлении то есть это отдых какой-то именно клуба познания тех мест то тех вот уникальных районов которыми наша страна вот обладает и о них мало кто знает да к сожалению кыргызстанцы чаще ездят на иссыкуль на даче в альплагере я не знаю в радиусе 30 километров от бишкека хотя у нас неизведанных диких красивейших мест очень много да вот моя личная мечта попасть на озеро без бахера я уже давно хочу туда попасть но я думаю получится может быть даже и благодаря вот вашей организации присоединяйтесь у нас чем мы интересно скажем по сравнению просто вот с альпинистами у нас все наши поездки они для людей физически неподготовленных то есть любой человек который вот вот свободно ходит по городу или там любит просто ну как бы вот путешествовать выезжать на природу они уже с нами без не требует специальная подготовка 7 дней с рюкзаком в гору мы не идем то есть мы как правило приезжаем до места организуем лагерь небольшие ну как бы треки радиальные делаем в этом месте потом опять собираемся и ну как бы ну то есть у нас автотранспорт задействуем все все возможные как бы ну так цивилизационные костыли чтобы человек людям как можно больше показать за какой-то вот короткий момент то есть если мы если бы в гору шли там с рюкзаком то есть кроме этого 1 2 перевалов мы бы естественно не увидели у нас есть поездки скажем на две недели мы ездим там и за одну поездку но у нас вот в апреле каждый апрель нас традиционная поездка есть на 10 дневные мы садимся в бишкеке едем в ташкумыр там показываем ну то есть вся ферганская долина это было раньше дно исчезнувшего океана то есть и людям показываешь что идешь вот и свои смотрите вот ракушки окаменелые которым 40 миллионов лет и как ну то есть для многих это да то есть они потом по пещерам в туям уюне это район наука то то есть абсолютно ну как бы достаточно доступны показываем ну люди которые в пещерах естественно ни разу жизни то есть у нас в кыргинстане любой грот который там больше двух метров глубиной пещеры считается то есть и ну такая вишенка на торте мы приезжаем в баткен но вот эту знаменитую гору айгуль таш и как раз пик цветение от этого уникального цветка то есть посещаем крепость худый архан ну крепость кан называется это тоже вот в районе баткенской области это самое большое историческое сооружение на территории кардистана то есть прям крепость огромная целая целую гору занимает и о нем но они мало вообще кто кто знает кто и вот рассказывайте такие вещи о некоторых я сам первые слышу хотя считаю что много поездил по кыргызстану вы представляете что вот для среднестатистического человека это вообще открытие то о чем вы сейчас рассказываете это мне кажется ненормально чтобы живем тем более в наше время век гаджетов андроидов ну мне кажется вот нужно и детей брать до выезжать вот хотя к ним интерес хотя бы в однодневные туры по вот который у нас там каждую субботу с ксения то есть у нас конечно есть там пятидневные трехдневные бывают на неделю куда-то уезжаем есть однодневные простые туры хотя бы из города вот и близлежащие ущелья покажите сделайте себе удовольствие подышите свежим воздухом потому что ну бишкек сами понимаете там экологическая ситуация если вот хотя бы раз в неделю куда-то выезжать не знают в актюс в шамси в кигиты то есть просто даже близлежащие ущелья это столько вам открытий что из этого все и начинается далее потом дальше больше как многие пацаны хочется потом увидеть уже сон куль сара челек поэтому приглашали культу если перечислять увы опять немного опять же вещь меня может говоря традиционные вот местах опять же мы немножко спорили с организаторами игр кочевников вот я говорю ну пытался донести что вот скажем три раза фестиваль проводил на иссыкуле за это время вот за три раза можно было в принципе всю страну показать у нас в таласе есть замечательные площадки талаская областью талаская долина чоналай это вообще это это такие красоты панира light это горы это семитысячники это настолько вот уникальные места которые вообще в туристическом плане у нас почему-то туризм это иссыкуль аларча все то есть съездить вот на пикник куда-то ближайшее ущелье это ну как бы на теплые ключи это считается уже достижение достижения до либо иссыкуль которые но я в принципе вообще мне кажется надо уже ограничивать поток туда вот именно такого туризма потому что ну экологически логично он уже не выдерживает совершенного вот вот к сожалению от нас в прошлом году шоу не джапарыч шукуров это ну я считаю просто его личность еще не совсем оценена в нашей стране он говорил что ему еще 10 15 лет и это будет уже заметно сейчас вот настоящий момент если культ спасает только его объемы то есть оно большое само по себе как бы хранилище воды с каждым годом ну идет такая деградация вялотекущая и вот как каждый скажем отдыхающий при приезжая но не отдает немножко отчет что в пансионате в котором даже в гостевом доме поселился он помимо того что да он там не кидает на пляже мусор но он приехал в этот пансионат ну как бы поспал на постели за ним это эту постель постирали постирали вся эта химия которая помыли посуду знать канализация совершенно везде есть очистные сооружения знаете например шансы проблем капля ферии вот этого число которое посуды моет делает полостью безжизненный куб воды то есть вам достаточно капнуть одну капельку и вся вот ну микроскопический там планктон фитопланктон весь сеть микроорганизмы которые в природе участвуют они просто погибают то есть вот ровно капли а сколько литров вот со всех этих пансионатов да это ежегодно это я уже не говорю там химикаты из полей кота там удобряют какие-то эти самые все не нормируется и поэтому и сыкуль нужно разгружать я понимаю что и сыкульцам нужно как бы зарабатывать выживать люди отдыхать хотят да но опять же это все можно сделать ну более экологично во первых разгружать от такого количества народа пытаться какие-то новые маршруты продумывать новые кемпинги где-то под поставил чем участник но это вот я приглашаю опять же вас и ваших вас лично ваших зрителей и вообще всех зайти я думаю наша съемочная группа песня присоединил да и соединиться к вам и мы сделаем репортаж покажем и расскажу с удовольствием слова за сколько красивые таргастан и неизведанные еще для нас самих же у нас соцсетях вот есть страничка клуб путешественников приходите ну клуб путешественников где . кичи второй проект который мы как бы ведем тоже абсолютно ну это не коммерческий это исторический сайт фото . кичи то есть мы ездим по стране фотографируем в личных архивах в каких-то музеях интересные фотографии и все это выкладываем соц сеть то есть это тоже он абсолютно на таких волонтерских основах сделал очень вот я рад что мне пишут абсолютно со всего мира который и даже от местные почему-то думают что мы какая-то большая организация и все это ведем за какие-то сумасшедшие день до ну поэтому если вас интересует вот история нашего края это и до того как с 1924 года там каракиргийская ссср возникла эти вот как бы территории ну еще там царское время уже тогда были фотографии уже мы сама ценна сама сложно же не найти какую-то фотографии интересную с редким редкий кадр а найти к ней описание потому что сама по себе фотографии это просто да совершенно верно и самое сложное даже не вот искать эти фотографии находить а делать к ним ну как бы вменяемое описание и узнать кто кто на это изображен где сделано вот это самое сложное над вы еще являетесь защитником редких исчезающих животных кыргызстана вот защиту снежных барсов и выступали заведение моратория отстрела архаров и других видов защитник я немножко громко сказано немножко не то я ну просто экоактивист который пытается потому что для меня защитник это это вот человек который вот идет браконьер он вышел к нему навстречу ну отобрал ружье него там ему надавал его посадил вот вот это защитник но ну опять же это противозаконно потому что у нас к сожалению наши госструктуры которые должны этим заниматься ружья отбирать они как правило этому наоборот к сожалению потворствовать и поэтому я все-таки считаю что у меня я не колок не в коем случае просто экоактивист то есть я этим всем ну может сказать занялся вот последние шесть-семь лет и как раз вот вместе с клубом когда начали ездить по стране очень обидно что приезжаешь в какое-то ну прекрасное место удивительно и видишь что скажем ну склон арчи вот этой которая растет там тысячелетиями он просто выкашил ну или там тенчанской ели там поляны пней вот для такого сравнения сонкуль я говорю вот 10 лет назад приезжая на сонкуль я видел что те юрты вот которые расположены берегу стояли в полях и дельвейсов то есть это были прям холл холмы покрытые вот этими красивыми и высокогорными цветами сейчас он сожалению вытаптывается я видел ваш фильм ваши репортажи про сонкуль там очень наглядно это все показано за 30 лет к сожалению мы уничтожили полностью и сар слабого это то чем страна это бы этому могла быть как визитная карточка то есть мы ну не очень иной раз ну не удовольствием стоять когда в каких-то комментариях пишешь там грецкий орех и находятся такие люди которые говорят это не грецкий самом деле кыргызский орех вот от нас пошел но при этом вот за 30 лет мы полностью лишились ну так называемого орехоплодного орехоплода то есть то что сейчас называется лесами арсламбоба они по сути лесами уже не являются то есть 30 лет массовый сбор ореха то есть опять же понятно люди выживают они пытаются как-то но природе нужно что-то оставлять вот чтобы она восстанавливать должно быть понимание в первую очередь у людей поэтому вот спасибо опять же я говорю команде вот например игры находятся люди например нам вот в рамках нашей как бы социальной деятельности вот попалась на при организации интервьюз которая помогла нам реализовать этот проект исчезающий кыргызстан я думаю что он мы в этом году сняли в прошлом году сняли три фильма в прошлом позапрошлом году сняли целую серию программ ну там порядка восьми фильмов на кыргызском и русском языке то есть смогли показать ну и мне кажется донести потому что многие видели ну люди абсолютно незнакомые встречают меня когда слышать что вот ну как бы вот мы реализовали этот проект говорили ну или пишут что вот вы там показали какие-то вот критические моменты но приезжайте к нам туда у вас еще ну как бы хуже или не сделайте вот там про это поэтому спасибо что находится такие организации которые поддерживают такие интервьюз которые ну помогла нам реализовать проекты у нас есть проект по следам снежного барса мы в рамках него издали три фотоальбома я думаю что ну к сожалению с немножко неподготовленный пришел я хотел снежные барсы это вообще отдельная тема это мне кажется большая боль для кыргызстана поскольку они стремительно исчезают и при этом вот недавний случай до убили барса нашли его окровавленного до этого на иссыкуле были случаи это очень очень плачевно и страшно просто происходит просто на мой взгляд вот последние два случая когда джунгала барса старого затравленного собаками привезли и когда с таласа барсенка ему двух лет даже нет ну 4 до 4 4 года назад там шкуру нашли и пальца вот именно последние вот эти случаи это как раз показатель того что у нас государство ну вот сейчас на природу охрану в стране выделяются такие средства сколько не выделялось до этого вообще то есть там заходят всякие международные проекты ну то есть деньги идут ну как бы якобы на восстановление нашей флоры фауны ну по сути вот всякие секретариаты у нас всякие природоохранные агентства всякие кратические структуры совершенно верно а вот как раз последние эти два случая когда раненого барсенка в таласе нашли в котором выстрелили в морду из близкого расстояния дробью сейчас вот он последовавший и вот этот в джунгале которого затравили собаками барсиху это как раз показатель того что у нас все эти природоохранные проекты они не работают они ну по сути вот почему барсиха спустилась сами же те кто вот занимается этими барсами горит кормовая база отсутствует почему кормовая база отсутствует потому что нету у нас стреляют все и браконьеры и и нахота чем на некоторые виды которые вообще в международную красную книгу занесем то вот четыре вида копытных игр при этом говорят что это большие деньги государства при ну как бы поступает от вот этих всяких охот хозяйств когда начинаешь разбираться вся структура природа вот этих охот охот хозяйства вместе с рыболовной меньше миллиона долларов меньше миллиона долларов доход приносит то есть это деньги если взяты да вот вся 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 структура с сети охот хозяйства частной фирмы меньше миллиона долларов это время как лицензия стоит там бывает и десятки тысяч долларов да вот это стрел там редких животных архаров других видов я не говорю что есть добросовестные вот но зачем стрелять если можно организовать те же фото туры для вот ну снежному барсу много не надо ему двух козлов в месяц достаточно чтобы он ну нормально себя чувствовал но если он спускается вниз гор и нападает на скот это уже показатель того что в горах ему просто уже нечем нечем питаться показатели вот как раз вот последний что идет мы у нас сколько семь лет существует за секретариат по сохранению снежного барса при этом ну сами которые вот участвуют там секретаре говорят ну браконьерство у нас люди стреляют снежного барса значит они не знают что это редкий же ну редкое животное или браконьерство процветает это вот первая причина вторая причина спускаются значит них не хватает кормовой базы то есть за семь лет существования этого секретаря там мы вообще ничего не сделали кроме красиво проведенных форумов кроме красиво каких-то акций там флешмобов там палитники установить да то есть и мне кажется вот надо в корне менять эту но спросить с тех же не знают международных организаций зачем вы выделяете деньги вот на ну просто тратите на красивые отчеты если вы там не могли за семь лет например хотя бы ну почитать количество барса сколько у нас их в стране или вот сделать изъятие дериватов то есть сейчас проблема но это не сейчас она продолжается на какой не приедешь на фестиваль крупные в юртах ну я понимаю что это колорит но нельзя скажем вместе со шкурами лисицы и волка или там каких-то животных которые да действительно человек должен их численность как бы из или там показать колорит охоты не должны висеть шубы из снежного барса и не должны шкурой продаваться если головы горных козлов не раз это любят то если чучело да нет и если это разрешено охота мы не можем запретить но при этом у нас опять же существуют законы при которых нельзя перевозить шкуры краснокнижных животных это все происходит то есть вот на последних третьих играх кочевников в корчине был логотип снежный барс вот этих игр барсенка этого нарисовали красиво и при этом в корчине продавались шкуры снежного барса и и когда их там за руку хватают они говорят мы типа это шкура в нам а дедушки досталось и по ним и хотя ну подходишь и видишь что шкура абсолютно свежие то есть у меня до из грамм молода там были старые шкуры которые в принципе тоже нельзя было показывать потому что у нас существует закон о недопустимости перевозки как исторические скажем может а в музее кожанкула в сусамыри но перевозить эту шкуру это уже противозаконно да влад но я хотел спросить когда же вы успеваете заниматься фото журналистикой своей профессиональной деятельности или это все совмещается в процессе очень их ну фото журналистика вот настоящий момент она в принципе немножко уже утратила свою актуальность и если раньше были у вас специальности там фотограф оператор монтажеры да сейчас есть скажем те же блогеры в себе все это очень хорошие настоящий момент общество то есть профессия становится универсально ты должен и писать сына и и знать в монтаже что-то чтобы вот сделать фото видео написать текст и все это переслать вовремя плюс до плюс продвинуть свой продукт то есть невозможно себе представить скажем что там 15 20 лет назад кто-то там снимал передачу и эту же передачу в соцсетях там ну тогда и соцсетей не было продвиг про продвигал занимался продвижением сейчас короче от пиарщика до каких-то вот а по-другому никак то есть ну как бы чистая ну в чистом виде до сегодня фотограф или операторы не востребованы это уже никому этого недостаточно это не то что не интересно просто люди они более стали как бы щепетильно выбирать информацию то есть ваша профессия фотографа постепенно но если не умирает нивелирует то есть мне кажется это не только фотографы там ну все же во всеми сна все журналисты если раньше скажем я ну 20 лет всех массовой информации я помню там планерки в газетах там собирали того с этим журналистом поедет этот фотограф сейчас у каждого журналиста есть маленький фотограф в кармане короче да им когда нужно это кадр сделать он просто ну то есть большая часть профессии она и это хорошо но нужно постоянно быть вот на вот этой вот волне то есть если ты не будешь развиваться открывать для себя каких-то там новых площадок новых инструментов то ну а тебе ну к сожалению начинают забывать и и вы тоже уже об этом задумались и начинаете овладевать новыми инструментами как сейчас принято сейчас изумительно есть площадки в тех же там соц сетях где можно этому учиться есть до всякие инстаграм и ну в том числе просто я смотрю раньше скажем нужно было сайт какой-то создать чтобы донести информацию там газете на печататься сейчас газеты вообще никто ну то есть газет печатные средства массовой информации не принципе тоже отмирают по привычке может быть пенсионеры читают уже нужно да знаем какой-то проценту небольшой у вас я знаю очень большое количество подписчиков несколько тысяч если я ошибаюсь ну да но хотелось бы больше так что подписывайтесь на меня я подписан буду очень признательно время от времени читаю даже оставляю комментарии если вы заметили задавайте вопросы я всегда рад пообщаться когда есть возможность всегда ответить на вопросы какие-то посоветовать что-то ну и чтобы больше людей через вас узнавали кыргызстан открывали для себя новые места это ведь очень важно да поэтому мы где-то и становимся чужими друг для друга да потому что живя на севере мы не знаем что в джиалабаде волжской области совершенно верно да что есть чумалай я просто как журналист побывал во всех этих местах ты рексай чат хал то есть масса неизведанных мест это все нужно знать и видео чтобы и понимать друг друга и у нас зачастую людей ездят так вот я просто как ну как бы 20 лет с массовой информации скажем я побывал ваше но уж это же это ну так да настолько маленькое место вот эти узкие горки там эти пещеры там ну это это опять же вот прямо все стандарт да попса попса но стоит и мы ездим там я был в боткене я был в нарыне нарынская область это настолько прекрасного час я очень жду когда достроить все-таки эту альтернативную дорогу которую еще сколько в прошлом году должны были изначально ждать она столько откроет новых маршрутов вот это же угол это тот же там район казармана куда чтобы добраться приходится вот из близлежащих вот что я жду хорошая это вот открытие вот этот раз но к сожалению все откладывается откладывается по каким-то вот причинам и есть что смотреть да не нужно отсиживаться дома перед телевизором проводить выходные со мне кажется намного интереснее и полезнее путешествовать по стране самое плохое это замыкаться в себе и опять же уходить жить вот в эти соцсети это хорошо но опять же туда жить не стоит уходить вас постарайтесь вот я могу сделать как бы такую рекомендацию или совет вашим зрителям попытайтесь хотя бы раз в неделю выезжать куда-то вот хотя бы близлежащие ущелья вы посмотрите насколько это захватывающие насколько насколько это вам будет ну близко по духу потому что люди которые и всю город это проблемы город это такие же люди город это смог город это ну то есть не к самая жуткая что может вообще в жизни происходить это большие люди населенные пункты чем больше город тем больше проблем чем дальше мы уходим в горы тем больше мы чем ближе к природе мы друг другу ближе становимся любой любой поход на природе же и человек очищает заряжается энергией позитив получает столько полезно заметили наверное чем дальше в горы уходите тем более дружелюбные к вам встречные вам люди да они готовы вот последние отдать вас напоить накормить и мы стали удивляться этому к сожалению а город это вот коробочка вот это вот это сотовый телефон там соцсети то есть это хорошо но это хорошо только как инструмент чтобы что-то доносить чтобы сделать это более полезно да как бы значимым и более как бы информационно это продвигать но все-таки лучше и дальше спасибо влад большое за интервью вы очень много интересного рассказали я думаю наши зрители посмотрев нашу передачу задумаются что нужно выезжать смотреть узнавать свой родной край и через вашу социальную страничку будут приобщаться к природе повторюсь приглашаю вас ваших зрителей вот на хантенгре прям просто вот прям рекомендую в этом году с нами ну вообще присоединяйтесь у нас каждую как бы каждую неделю каждую вот месяц какие-то интересные туры это все доступно согласитесь то есть это не я говорю не коммерческая это просто от единомышленники я говорю помимо знаний о стране вы приедете у вас будут новые друзья у вас будут новые идеи у вас будут какие то вы просто станете другим человеком постепенно это очень важно природа меняет человека вот город меняет человека не лучшую сторону природа горы горы это наше все это вот это доброта это чистота город это больше агрессии есть горы здравого человека здорового человека есть гор это как курильщик до кого не пропел высоцкий лучше гор могут быть только горы на которых еще не бывал и мы советуем нашим зрителям больше бывать горах на природе на этом уважаемые телезрители наша передача подходит концу я хочу напомнить что гостем программы был влад ушаков известный фото журналист экологический активист просто гражданский активист всего хорошего и увидимся последующих передачах до свидания